Добрый вечер, дамы и господа. Это реальное время на Финам.ФМ. Сегодня у нас в гостях Михаил Делягин. Миш, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю провести нашу программу в таком стиле пинг-понга, бомбинтона, тенниса, чего угодно. Тем более это так вот нынче модно, после определенных сказанных слов. Ну да, есть люди, которые не способны держать в руках теннис. А в теннис играешь? Нет, я в теннис. Но я имею уважительную причину. Я начал кататься на горных лыжах до Владимира Владимировича Путина. И в бадминтон играл еще не то, что когда Дмитрия Анатольевича Медведева на политическом горизонте не было. Но и когда Леонид Ильич Брежнев еще был далеко не в маразме и произносил вполне себе интересные политические выступления. Потому что имею право. А в теннис я не играю ровно потому, что в то время, когда я узнал, что в эту игру можно играть, уже Борис Николаевич, так сказать, опошлил этот процесс. А джедо тебя не привлекает, нет, как вид спорта? Нет, в моем детстве было два вида спорта. Самбо и дворовая драка. Причем, поскольку самбо у нас было не боевое, а бытовое, то как-то дворовая драка, которая сейчас называется какой-то очень умной еврейской борьбой, вот она более житейская, что ли. Одним словом, этот час мы до 20 часов проводим вместе с Михаилом Делягином. Спортивно-экономический факультет я заканчивал по классу шахмат. Шахмат. Ну, хорошо вид спорта, кстати, очень развивает мозги, да? Для ваших вопросов. Номер нашего многоканального телефона 65 10 99 6, код Москва 495. Это те, кто не боится вступать в словесный диалог с господином Делягином. Ну, а для тех, кто по каким-то причинам не может дозвониться или, ну, мало ли, да, переживаете, боитесь, Делягин все-таки остер, остер на язык, видите, он мне даже не дает сказать ничего, да? Напомнить вам средства коммуникации. finam.fm, это для ваших писем наш сайт. В интернете можете писать, можете звонить, но не забывайте о том, что нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем портале. Идет прямая веб-трансляция, вы видите меня и видите Михаила Делягина. Миш, я предлагаю пройтись все-таки по сегодняшним темам, скажем так, актуализировать наш разговор. Ну, вот в Европе вроде бы как решили спасти таки Грецию. Бедные мужи европейские всю ночь просидели, разные инсайды перли оттуда, да? Именно перли, потому что другого не прибавишь, не добавишь. Затем вышел Николяя Саркази и сказал, все, успокойтесь. И сейчас я смотрю рынки так вот весело отыгрывают эту тему. Твой взгляд на произошедшее. Решили ли они проблему? Ну, во-первых, такое чисто циничное отношение. Саркази вышел к журналистам в 4 часа утра. И просто интересно, во сколько же журналистов собрались? И сколько же времени сидели? Они там спали, на самом деле. А то у нас многие люди не любят товарища Путина за разного рода задержки. И опоздание. И опоздание. Вот, товарищ Саркази, по-моему, побил рекорд, хотя имел уважительную причину. Значит, если брать с краткосрочной бухгалтерской точки зрения, то победитель Каддафи прав. 50 процентов. Делягин начинает сжечь. Да ладно издеваться. А что, он не победитель Каддафи? Победитель Каддафи, да. 50 процентов греческого долга списано. 100 миллиардов долларов. Как это? Как было сказано в фильме «День выборов», скажи наркотикам до свидания. Там было 60 тысяч долларов. Здесь 100 миллиардов евро пошло в народ. Естественно, банки, за счет которых была эта веселуха, которым пришлось все это списать, они получили обещание 30 миллиардов гарантий, то есть 30 процентов. Это вполне нормально. То есть они кое-чего потеряют, но для них это плюс. Потому что за счет того, что рынки не будут валиться дальше, а рынки подрастут, они отыграют на росте рынков больше, чем они потеряли. То есть для них это хороший выигрыш. Свои 70 миллиардов они вернут. И 130 миллиардов получит Греция из фонда стабильности, так что все ничего. Другое дело, что проблем Греции это не решит. Если вы очень бедному человеку дадите денег, то вы отсрочите эту проблему до послезавтра. Как в известном американском фильме. Проблема Греции даже не в том, что одно время там безработный получал больше той зарплаты, на которую он мог рассчитывать. Это внешнее проявление. Проблема Греции заключается в том, что в мире не существует рынков, на которые Греция может работать. Просто не существует. Вот русские туристы, которым трясли девочки-шубы, девочки-шубы, они уже ездят в Турцию. Греческое вино прекрасно, но его а малый, б оно специфично. Греческий туризм великолепен, но, извините, этот сервис не интересует больше никого. Даже в неприхотливой Европе. И мы видим ситуацию, когда, да, европейская интеграция вот очень классная. Но европейская интеграция не позволяет работать, требует, чтобы 50% экспорта было в Евросоюз. Но не только Восточная Европа не выдерживает этих условий, но и Южная Европа тоже. Греция первая, но за ней будут все остальные. Если мы посмотрим на все остальное, выигрыш времени есть. Но ради чего этот выигрыш времени? Греция не сможет решить свои проблемы. Никто в условиях глобального кризиса, глобальной нестабильности, глобальной депрессии, зависит как хотите. В ситуации, когда всем не хватает спроса категорически, никто ни чуть-чуть греческому бизнесу не отдаст. Но в короткую, ты согласен, что это стабилизирует ситуацию? В короткую замечательно. Более того, ситуация стабилизирована была раньше, когда стало ясно, что за Грецию взялись всерьез и банкротить ее не хотят. Когда стало ясно, что Франция и Германия вместе не хотят банкротить Грецию, вот тогда все успокоилось. Как это ударило по нам? В греческом зале, в греческом зале. Товарищу Райкину 100 лет, вечная тема. Но это ударило по нам, потому что греческий кризис. Все задумались о том, а может их обанкротить сейчас, чтобы не мучились, как бы загнанных лошадей пристрелили, в чем проблема? После этого выяснилось, что удар по европейской банковской системе будет такой, что придется обанкротить ни один, ни два банка. И никто не знал, какие это будут банки. Потому что все риски, естественно, застрахованные, перестрахованные, реальную структуру рисков, она не прозрачна, как в 2008 году. Соответственно, непонятно, кто погибнет. Соответственно, межбанковский кредит, да, еще непонятно, какое правительство, какой объем поддержки будет оказываться. Соответственно, межбанковский кредит сжался. Межбанковский кредит сжался, не хватает ликвидности. И возник пылесос, который высосал эту ликвидность из России в том числе. И у нас на ровном месте рухнул фондовый рынок. На ровном месте. Понимаете, даже Путин ни о каких врачах не говорил. Просто на ровном месте. Бум, и все. Рухнул рубль. Товарищ Старчак выходит и говорит, зато это очень хорошо для наших экспортеров. Сразу возникли ощущения, может быть, экспортеры с кем-то делились. Но это случилось. Это инсинуация, Михаил. Это инсинуация. Конечно, конечно. Возникли предположения. И Банк России совершенно растерянный. Стал ловить курс рубля на верхней границе коридора 37,5. Причем такое ощущение, что он, так сказать, в первую минуту он даже не поймал. Немножечко выше проскочило. Но стал ловить, потерял деньги. А дальше чудесно. 14 ярдов. Нет. Сентябрь. Потери международных резервов Банка России 29 миллиардов долларов. Он потом еще терял, еще в октябре терял. Но я беру за сентябрь, который закончился. И уже вся статистика есть. Из этих 29 на рынке, ну, разные есть заявления, на рынке было вброшено на валютные интервенции не более 10. А все остальное, это потеря, это бесценение ценных бумаг. Классная у нас международная резерва. Надежная и устойчивая. Если кто-то в Европе икнул, и у нас 19 миллиардов, как минимум, корова слизывает языком. Это Михаил Делягин. Реальное время на Финам. ФМ. Вопрос Михаилу присылайте на наш интернет-сайт финам.фм. Либо дозванивайтесь в студию прямого эфира по номеру многоканального телефона 65 10 99 6. Код Москвы 495. А, теперь про Европу. Греция это же неотъемлемая часть Европы. Это же не одна сама по себе Греция. Теперь европейский кризис. С европейским кризисом все вообще весело. Значит, увеличение объема этого замечательного фонда. Европейского фонда финансовой стабильности. С 440 миллиардов евро до 1 триллионов. Так толком не согласовали. То есть все дружно за, но кто, сколько и когда, судя по всему, руки просто не дошли. Ну, долго переводить. Ну, представь, 25 человек сидят, сколько переводчиков надо. Не надо ругать переводчиков. Переводчики у нас лучшие в мире. В крайнем случае, взяли бы у нас наших русских переводчиков, все было бы замечательно. У нас лучшие в мире переводчики. Но, понятно, отложили на следующие 4 часа утра. На сегодня или там на завтра. Хорошо. Но уже появились оценки, что для того, чтобы сделать с Италией то, что сделали с Грецией, а делать придется, нужно уже не триллион, а 2 триллиона. И это только для начала. А, дорогие коллеги, все замечательно, все прекрасно. Вообще-то, кроме Италии, в Евросоюзе есть еще чудесная страна, называется Великобритания. Такой финансовый бутик. Я пропускаю всяких мелких членов группы ИПИКС, там Испания, Португалия, Ирландия, хотя там тоже проблемы не мелкие. Тоже серьезные проблемы. Но, вы знаете, вообще-то серьезные долги есть у Великобритании. И если кто-нибудь катался на английской машине, на замечательном, шикарном, навороченном ягуаре, я думаю, он со мной согласится, что промышленность Великобритании переживает не самые лучшие времена, и вряд ли когда-нибудь в обозримом будущем иные времена переживать будет. То есть лет через шесть, если, конечно, выстоит Америка, выстоит Китай, то настанут времена Великобритании. Проблема заключается в том, что сделанные долги являются невозвратными. И сейчас все сидят и по лагерному принципу ждут, умри ты сегодня, а я завтра, с интересом друг на друга смотрят. Американцы ждут европейцев. Европейцы ждут американцев. Китайцы сидят, и им, в принципе, безразлично, кто из них первый начнет сыпаться, потому что для них эти два рынка являются равны и критически значимы. А внутренне структурные проблемы Китая весьма ощутимы. Ну, а нам, тем более, все равно, кто из них первый начнет сыпаться... Нам это Россия. Россия. Потому что мы уже увидели, что когда вокруг Греции возникает неопределенность, у нас синдром падения в лифте. И пока там Сарказис и Меркель не вступают в публичный конструктивный диалог, мы в этом лифте летим. Ничего страшного не случилось. Все проблемы порешали. У них возникла неопределенность. А у нас из-за этой неопределенности пол ушел из-под ног. Вот наше положение такое. Поэтому нам... Незавидно, на самом деле, Михаил. Ну, оно незавидно. Простите, пожалуйста, а если вы 25 лет, занимаетесь глупостями? А если вы 11 лет, лопаясь от денег, не занимаетесь модернизацией? Знаете, есть заболевание мозга... Ну, разносили же! Ну, Миш, ну, разносили же! Заболевание мозга и кошелька, которые со счастливой жизнью несовместимы. Так, и? Глупость одна из них. Хотя, казалось бы, дуракам счастье, но вы знаете, ну, правда, 11 лет модернизации. Это уже воспринимается как ругательство. Как ругательство. Я стою на семинаре... Ну, ладно, хоть на матерное слово. Рассказываю людям, да, с оточим, в отличие от названия одной политической партии, ее еще не пишут. Меня попросили рассказать про модернизацию. Я говорю, ну, вот модернизация России. На первой партии сидит девушка. И он говорит, не ругайтесь. Россия видишь? Ну, какая разница? Но она про себя... Понимаешь, может, блондинка там, поэтому... Да нет, ну... Не ругайтесь, господин Делякин. Вы знаете, высшая... Нынешняя система образования. Я третьего рептора это услышал недавно. Фразу, что нельзя дать высшее образование человеку, у которого нет среднего. Дети Фурсенко, жертвы ЕГЭ, это люди, которые совершенно не важны. Блондин он, брюнетка она, или просто рыжий. Это несущественно. Но шансы сохранить мозг в высшей школе, да и в обычной школе, они, извините, невелики. Как-то совсем у тебя картина по России-то такая мрачно-печальная. Нет, у нас всё замечательно. Слушайте, у нас... Нет, подожди, пять минут тому назад ты обвинил власть как минимум в том, что она глупа. Поменьше мне. Ну, хорошо, я готов уточнить. Она глупа, если предположить, что она искренне служит обществу. Если она служит обществу, ну да, это институт сербского. Причём без вариантов. Но поскольку я всё-таки думаю, что она умна. Она глупа, если предположить, что она служит обществу. Но если предположить, что люди искренне считают, что государства существуют исключительно для их личного обогащения и не для чего больше, тогда это мы чувствуем даже, можем чувствовать даже национальную гордость, потому что наши скотобойни, наверное, самые эффективные в мире. Это Михаил Делягин, «Реальное время», «Финал МФМ». Давай всё-таки перейдём к ещё одной теме. Нас, походу, всё-таки пускают в ВТО. Ну, значит, сегодня по лентам прошли сообщения, да, Грузия, похоже, открыла для России путь во Всемирную торговую организацию. Российско-грузинские переговоры сдвинулись с мёртвой точки. Ну, вот твой взгляд на это. Саакашвили, если бы Саакашвили разбирался бы в экономике, то вот он сегодня вечером откупорил бы бутылочку хорошего вина и выпил бы это вино, вот знаешь, вот сам с собой. Просто вот ура, вот сбылось, вот пришло, вот от глубокого удовлетворения. Вот теперь я сделаю с Путиным то, вернее, уже делаю с Путиным то, что Сарказис сделал с Каддафь. Вот примерно так он должен был бы себя чувствовать. Уважаемый слушатель, Делягин сегодня меня пугает. Чем расшифровать так? Что такое ВТО? ВТО — это одно простое правило. Помимо сложной защищённой системы введения коммерческих споров, что вы не можете усиливать защиту своего внутреннего рынка. Я уж не говорю о том, что если заниматься модернизацией, создавать новые производства, то поневоле придётся их в начальном стадии защищать, чтобы их не раздавили. И модернизация окончательно переходит из возможного дела в окончательное слово без всякого дела. Но! Второе. В мире острая нехватка спроса. В общем-то, депрессия. Или движение к депрессии. Это ситуация, когда спрос становится абсолютной ценностью. И все начинают защищать свои национальные рынки. Почему на всех саммитах последние три года мировые лидеры напоминают дамочек бальзаковского возраста, которые кричат о недопустимости добрачного секса? Потому что все страны, почти все страны, развитые, усиливают протекционистские меры. Потому что это становится условием выживания экономики, условия глобального кризиса. Вступив в это, мы лишимся возможности усиливать защиту своей настижь открытой сегодня экономики. Это не значит, что мы ее убьем. Это значит, что если мы захотим ее сохранить, нам придется или цинично и грубо нарушать собственные обязательства. Совершенно не комильфо. Либо второе. А мы люди честные. Понимаете, это анекдот. Наше руководство по части слово дал, слово сдержал, особенно на международных рынках, оно абсолютно честно. Оно не то, что официальные заявления о снижении инфляции, во всем остальном. Темпах экономического роста, обеспечении ветеранов жильем и так далее. Оно честно на мировых рынках. Значит, что правила будем соблюдать. Это значит, что вместо цивилизованных инструментов защиты рынка, протекционистские меры, тарифные барьеры, ужесточение стандартов и прочего, мы будем использовать не цивилизованные методы. А. Девальвация, о которой еще в начале этого марафона 10 лет назад говорил Евгений Григорьевич Ясенко о способе защиты рынка. И. Б. Коррупционный барьер. Вы знаете, это лекарство, которое страшнее болезни. И мы пойдем по пути к Киргизии. Когда господин Акаев, самый либеральный, действительно, самый цивилизованный из среднеазиатских руководителей, искренне решил, что в Киргизии экономика слабенькая. И, в общем-то, никакая внешняя конкуренция не страшна, потому что уничтожать некого. Он очень быстро понял, что он ошибся. Он через полгода запросился обратно, но поскольку это был скандал, ему предложили оказывать большой объем помощи. Он согласился, но помощь плоха тем, что помощь заканчивается. И у них была ситуация, когда в каждом кишлаке, последняя, в каждом кишлаке, сидела по нескольку международных фондов. То есть руководство страны, элита, средний класс были залиты деньгами в виде помощи. Потом помощь кончилась. Но это Киргизия, а применительно красивая. И Киргизия не стала. Так. А пришлось это делать. Да ладно, они в эти выходные будут президента избирать еще одну. У них было две революции. У них наркомафия стала, скажем так, существенным фактором внутренней политики. Это страна, в которой китайцы построили дорогу, и все на нее молятся. Ну, понимаете, это страна несчастная. Это страна, которая сброшена на уровень Киргизии. Ты мне скажи, вот эти все сентенции, там, сравнительный анализ Киргизии, применительно красивая, это что означает? Применительно красивая, это означает, что рабочих мест не будет. Вот резкого ухудшения не будет, потому что мы так открыты настиж. Да. Но по мере дальнейшего развития событий, у нас ситуация будет ухудшаться. То есть ты противник в этом коне вступления России в это? Конечно, конечно. Мы 11 лет, наше замечательное руководство занимается пропагандой и не занимается реальными деньгами. Извините, не занимается реальными делами. Да, Китай вступал 17 лет. Ты говоришь деньгами. Но за эти 17 лет, да, чисто конкретными деньгами они занимались. За эти 17 лет Китай стал другой страной. То есть с 93-го, там, забыл, когда они вступили. 2007-й, что ли? Вот. Но не так давно, да, это произошло. И у них долгий очень был процесс переговоров. У них был долгий путь переговоров. Они еще в гад начали вступать. Но при этом они, это была другая страна, они вступили на качественно худших условиях, чем то, что им предлагалось изначально. Но если эти условия изначально были для тогдашнего Китая могильной плитой, то условия, на которых они в итоге вступили, были совершенно приемлемы. Потому что Китай стал другим. И более жесткие условия для него стали более приемлемыми. У нас 11 лет только пропаганда. Структурные ухудшения, деградация инфраструктуры, разрушение человеческого потенциала, Россия тоже за эти 11 лет стала другой страной. Но из-за исключения прекращения войны в Чечне, хотя она там идет, но в других формах, в любом и всему Кавказу. Извините, все хуже. Да, у нас вырос уровень благосостояния, да, это правда. Уровень благосостояния у нас вырос. Конкурентоспособность экономики у нас снизилась драматически. И когда я вижу условия сельхоздоговоренности с Евросоюзом, что да, мы можем увеличивать относительно сегодняшнего скудного уровня объем сельхозподдержки, а потом придется его снижать. И после президентских выборов, все вот навсего рукой подать, после президентских выборов, уже там году в 2014, этот объем этой помощи будет ниже сегодняшнего уровня. То есть это зафиксировано? Это зафиксировано, это договорено. Черным по белому? Черным по белому. То есть, ребята, вот до 2014 года одно статус-кво, после 2014 года вы идете на снижение поддержки собственного опечного... Нет, идем на снижение раньше. Идем на снижение раньше. Просто с 2014 года будет ниже сегодняшнего уровня. Он маленький, он скудный, он расходуется идиотическим образом. Я согласен с этим. Да? Классический ответ переговорщиков нашим сельхозникам, когда они требовали увеличения объема в помощи, хорошо, ребята, расскажите, как вы будете эти деньги тратить, на что они пойдут. Да. Потому что, скажем, правила ВТО не регламентируют инвестиции в сельскую инфраструктуру. Пожалуйста, выкладывайте сколько угодно. В семенауческие хозяйства, в племенные хозяйства сколько угодно. Там есть очень существенные изъятия, очень полезные для любой страны. Но наши сельхозники, они в то время просто не понимали, о чем идет речь. И в итоге, как я понимаю, это было политическое решение. Мы идем в ВТО, мы хотим вступать, мы хотим показать Западу, что мы для него свои. А что будет с этой страной, неважно. Михаил Делягин, реальное время, финам.фм, финам.фм, наш сайт для писем, 651099.6, код Москвы 495. Для ваших звонков, Михаил. Миша, как тебе провозглашенная стабильность на ближайшие 6 лет? Мы с тобой это дело не обсуждали. Двенадцать или шесть? Шесть. Нет, подожди. Кто сказал шесть? Я говорю шесть пока, да. Бога побойтесь, да. Мало ли что может происходить. А кто у нас сегодня Бог? Так все-таки шесть лет. Ну, я не знаю, понимаешь, в интерпретациях разные есть версии. Не буду уж цитировать. Нет, ну, например, фамилия Аллаха, который дает еще деньги. Да я понял, куда ты клонишь. Поэтому вариации есть разные. Ты мне скажи, как тебе вот эта стабильность? Опять-таки, с точки зрения экономики рассматриваем. То есть мы с тобой всегда обсуждаем экономическое. Вы знаете, есть хорошие новости. Да. Я понимаю, что сейчас у меня полетят помидоры, гнилые помидоры со всего интернета. Ваня, готовь гнилые помидоры Делягину. Это же режиссер. Здесь стекло. Но понимаете, в чем дело? Ведь я верю во все эти питерские базары о том, что Путин не хотел возвращаться в президент. Веришь? Веришь. Зачем? У человека все есть, все хорошо. Самое время пожить своей жизнью. Вот я сегодня по Новому Арбату шел, не выдержал в одной тусовке, так сказать, единороссовской, оттуда сбежал, иду по улице, и вижу, как товарищ президент, чуть не сказал президент, ну бывший и будущий президент задержает к себе на работу. 14.35 московского времени. Надеюсь, это не государственная тайна. Ну понятно, человек интенсивно работал... Ты его пасешь специально. Человек интенсивно... Смотришь, во сколько он... Человек интенсивно... Я мимо проходил. Я москвич. Москвич иногда проходит мимо. Ну и понятно, что человек интенсивно с 6 утра работал с документами непосредственно на галерах. Понятно, да? Но зачем возвращаться на старое место, где все известно? Все обрыдло, в общем-то. Зачем? Если он вернулся... Нельзя незаконченные дела оставлять на полусловие. Практически цитата из Владимира Владимировича. У Владимира Владимировича, во-первых, большое чувство юмора, и во-вторых, оно черное. Я думаю, что этот человек, который совершенно незаслуженно на него не обращают внимания, на то, что он говорит, когда он на минутку расслабится. Это классик жанра. Это юмор, который просто брызжет. Это прекрасная шутка. Незаконченные дела у него, ага, для механического пианино. А сказать, так сказать, действующему исполнителю, что, дорогой друг, ты там не забудь, действующий... Любой действующий исполнитель будет бегать на полусогнутых ногах. Хотя мне скажи, все-таки попробую ответить на мой вопрос. Я объясняю. И стабильность. Вот я объясняю насчет стабильности. Если он вернулся, возникает вопрос, почему. У меня есть рабочая гипотеза. Он понял, глядя на тогда еще живого Каддафи, и на до сих пор все еще живого Мубарака, что для него единственный способ сохранить жизнь... Он всегда помнит, что он произнес Минхенскую речь. Он всегда помнит, что он произнес Минхенскую речь. Единственный способ сохранить жизнь, это сохранить власть. Потому что дальше он будет так же беззащитен, как Пиночет, как все эти лидеры. Причем даже... Ставишь знак равно между ними? Нет, я не ставлю знак равно. Но для американцев нет разницы между отставным президентом любой другой страны. И когда даже не возникнет какой-нибудь конфликт, Господь с ним, возникнет какая-нибудь мелкая неувязка между Газдепом и Пентагоном, или третий помощник пресс-секретаря что-то вякнет, признает, что там Ченни когда-то общался с Аль-Каидой в 2006 году, или признает, что во время, так сказать, ликвидации Каддафи, значит, вокруг крутились люди из морских котиков США. И понадобится даже не разобраться, а просто отвлечь общественное внимание от какой-то детали. Не привели еще и значение американцев. Я говорю о глобальном управляющем классе. Американцы, это та его часть, которая видна на поверхности. Почему сдали Пиночета? Бог его знает. Но явно не потому, что был чилийский террор. Почему сдали Мубарак? Об этом можно бесконечно говорить. Но явно не потому, что он был врагом США. Каддафи последние четыре года шел навстречу Западу так, как многим российским либеральным реформаторам не снилось. Что, это ему помогло? Нет. Разбираются, из-за внутренних причин сдают внешние фигуры. А Путин всегда будет фигурой. И я думаю, что инстинкт самосохранения, который у него великолепен, ему раздался звоночек. Нужно возвращаться. А это уже не коммерческий тип поведения. Когда человек ощущает, что он живет не ради потребления, а для чего-то еще. У него появляется возможность понять, понимаете, у него появилась возможность понять, что жизнь исчерпывается бассейном и прочими замечательными, и тусовкой в правильной компании. Что для того, чтобы тусоваться в правильной компании еще 6 лет, ему нужно эту страну развивать. То есть ты хочешь сказать, что жизнь его заставила? Нет. У него появился шанс это понять. Поймет он или нет, мы этого не знаем. По действиям увидим. Мы увидим по действиям. Но шанса, которого не было год назад, у него сейчас уже появился. Не говоря уже о том, что с моей точки зрения, при том, что я весьма скептически отношусь к товарищу Путину, но реальная альтернатива была между Путиным и Медведем. У меня несколько раз мне снился кошмар, что ко мне домой приходят и говорят, товарищ Делягин, дайте вам бюллетени, и от вашего голоса, вот вы и есть тот самый избиратель, и от вашего голоса зависит, кто из этих двоих будет президентом. И вы знаете, как в анекдоте, ежики плакали и кололись, но продолжали играть кактус. Я плакал и кололся, но я понимал, что мне придется бюллетень засунуть за Путина, потому что это меньшее зло. Это искусство политика, превратить себя в меньшее зло. Миш, Дмитрий Анатольевич идет на премьеру, как тебе такой вот расклад? Ты же работал в правительстве. Ты сам знаешь, что это такое. Я представил себе Дмитрия Анатольевича Медведева на месте, которое требует оперативного руководства. Реально оперативного. Реально оперативного руководства. Причем в большей степени, чем, скажем, во времена Касьянова, потому что сейчас все рычаги выведены в тот кабинет, и многие из них там останутся просто по инерции. То есть это человек на хозяйстве. Причем человек на хозяйстве. Президент не на хозяйстве. Нет, никогда. Президент на небесах. Это человек на хозяйстве, который вынужден принуждать людей, которые ему не подчиняются, потому что министров премьер не увольняет и не назначает. И министры ему подчиняются весьма относительно. Вот сказка товарища Райкина исполнилась сто лет. Вот про колеса, которые раскатаны населением Паулом. Тогда это было шуткой. А я это читал в переписке премьера и одного из наших уважаемых министров, который сейчас занимает прекрасную позицию в бизнесе. Вот. Мне нужны насосы, пишет премьер. Немедленно. Да, да, отвечает министр. Только вы знаете, колеса раскатаны населением Паулом. Собираем следующее. Вот Путин в этой ситуации, как источник власти, был понятен. Все понимали, что хозяин он. Но когда в этой позиции окажется Медведев, это, во-первых, тяжелая позиция. Линейные исполнители типа Фродкова, Зубкова, даже Касьянова могли с ней... Я уж не говорю про Примакова, который был отдельно, потому что Ельцин был тяжело болен. Но они могли с ней справляться, потому что они исполнители. Ну уж пусть меня просят эти люди, они винтики системы, очень большие, очень эффективные, очень успешные. Одни в ней крутились очень долго, они знают, как она работает. Миш, ну и Дмитрий Анатольевич-то у нас тоже в этом крутится. Это уже не первый год. Он не первый год в ней крутится. Но он политический руководитель по своему образу, по своему стилю. Когда к политическому руководителю приходят... Ну, слушайте, что там о политических руководителях? Вот я. Я специалист по макроэкономике. И когда ко мне пришел эксперт, сотрудник аппарата правительства, на голубом глазу стал мне объяснять, объяснять, что в России не вырабатывается электроэнергия, не вырабатывается тепло на тепловых электростанциях. На голубом глазу я знал, что это неправда. Понимаете, я его не уволил. Хотя мог. Я впал в такую ступор, что я не уволил этого человека. Он работает до сих пор на хорошие позиции в российской электроэнергетике. Вот от наглости интеллигентные люди теряются, если в них нет административного опыта должного. Вот Медведеву будет очень тяжело. А с другой стороны, эта функция премьера, она будет очень тяжелой, она будет очень уязвимой. Ведь все реформы, которые начнутся, выстрелят после инаугурации следующего президента, они уже заложены, они уже есть. Можешь их обозначить? Первое, это реформы бюджетных организаций. Грубо говоря, рост платности при возможностях приватизации. Другое дело, что детский садик будет приватизировать не его директор, а его директор на паях со чиновником, который за ним надзирает. То есть 1 сентября люди придут в школу и обнаружат волшебную легкость в карманах своих. Второе, как раз к тому времени закончат очередной этап образовательных стандартов для школы. Они будут отличаться в лучшую сторону от того, что в рамках плана ОСТ гитлеровские фашисты предполагали для России. Они будут отличаться в лучшую сторону, потому что общественность поработала достаточно серьезно. Но я не уверен, что она будет отличаться принципиально от этих планов. Так, значит, первое, реформа бюджетной сферы. Уничтожение бюджетной сферы. Начало уничтожения. Второе, это резкое сокращение стандартов образования. То есть то, что детям дают в обязательном порядке. То есть у них и так кругозор, как щель под плинтусом. А теперь это будет еще институционально закреплено. Третье, это реформа ЖКХ, которая будет продолжаться. Да, с 1 января тарифы вырастут. То есть естественные монополии не будут повышать тарифы. У нас с 1 января тарифы вырастут только в меру роста аппетита региональных мафий. И то сдержанных политическими административными страхами. А 1 июля они вырастут, как обычно, растут 1 января. То есть, в общем-то, спасибо большое товарищу Путину за снижение цен. За сокращение роста цен. Но, но, но. Дальше все будет по-старому. Принципиально важно, что если сегодня мы в тарифах коммунальных оплачиваем безумно и издевательски, с завышенной монополистами издержки, то мы начнем поэтапно, сначала в канализации и холодного водоснабжения, потом во всех остальных сферах, мы начнем оплачивать еще и нормативную прибыль так называемых инвесторов. Жилищно-коммунальное хозяйство. То есть не просто безумно завышенные издержки, но над этим еще там 10% или 8% нормативной прибыли. То есть это будет существенно неболезненный удар по карману. Так, это третья позиция, ЖКХ, дальше. ЖКХ, это третья позиция. Дальше ВТО. Качественных изменений не будет, потому что у нас и так экономика открыта настиж. Но ВТО это правило игры. Это правило ведения торговых споров. И нас начнут отжимать на уровне ведения торговых споров. Очень быстро выяснится, что если завод, который потребляет газ и производит удобрения, эти самые удобрения, этот самый газ потребляет по неевропейским ценам, и он пытается что-то продать в Европу, то против него могут выступать компенсационные пошлины. Пожалуйста. И та самая Грузия, она не вузит нас. Она вынуждена будет нас пропустить в ВТО. А грузинский завод по производству химических удобрений устроит большой хай и будет прав в рамках ВТО абсолютно. И таких правил, таких моментов очень много. И они, как я понимаю, их мало кто считал. Их считали по отдельным отраслям. Но как эти отрасли будут взаимодействовать, как они будут накладываться друг на друга, вот этот анализ был достаточно давно, и он был достаточно слабенький. Ну и последнее, что я хочу, чтобы ты прокомментировал, и начнем интерактивную часть нашей программы. Михаил Делягин сегодня в реальном времени на Финам.фм 651099.6, код Москвы 495, и финам.фм, это, соответственно, средство коммуникации для ваших звонков и писем. Смотри, с одной стороны, будущий премьер-министр, нынешний президент говорит о том, что в новом кабинете министров пройдут достаточно серьезные кадровые перестановки. С другой стороны, нынешний премьер-будущий президент говорит о том, что чехарда в кадровой политике, ну, то бишь, сменяемость министров по какой-то причине, пусть даже и очень важной, это проявление слабости власти. Ну, ты это все слышал сам, и наши радиослушатели также об этом осведомлены. Вот консенсус-то в чем? Ну, во-первых, это традиция, почему? Консенсус полный. Это просто дежурный обмен любезностями между нашими первыми лицами. Один говорит, я сделаю большое правительство и все перетряхну. Ну, очевидно, как товарищ Лукашенко, который пообещал с белорусским произношением перетряхивать и перетряхивать правительство. Только он букву Я произносил как букву А, поэтому это было более правдоподобно. Ну, а товарищ премьер с интересом, следя за этими заявлениями, сказал, ну да, это признак слабости. По-моему, я не вижу никакого внутреннего противника. Ну, хорошо, я тебе прямой вопрос задам. Ты считаешь, что будут кадровые изменения? Будут обязательно. Будут, да? Кого сольют? Медведев. На твой взгляд, вот кого сольют? Ну, сейчас на место Кудрина никого не поставят. Я думаю, оставят Силуанова. Потому что... И после президентских выборов имеешь в виду, да? После парламентских. А, после парламентских. У нас же будет две перетряски. Да. Сначала товарищ Медведев после парламентских выборов будет делать большое правительство. Этот большой цирк будет продолжаться до инаугурации президента. Потому что перед президентом действующее правительство сдаёт свои полномочия. Да, написано. И, естественно, товарищ Путин исправит некоторые, как ему покажется, вольности, которые совершил товарищ Медведев. То есть люди, назначенные по итогам парламентских выборов, они будут понимать, что сидеть им до конца мая. Вы представляете, как они будут относиться к своим формальным и неформальным служебным обязанностям? Люди, которые сейчас говорят, что, мол, во власти воруют последние два года, как в последний день, они будут суровой реальностью принуждены к заменению своей точки зрения. Вот. Но сегодня, безусловно, достала всех госпожа Голикова. Достал всех господин Фурсенко. И на самом деле госпожа Голикова была бы удовлетворительным министром финансов. И по-хорошему, если брать ту колоду, которую есть на руках, ее совершенно спокойно можно отправлять министром финансов. Я думаю, товарищ Христенко только порадуется этому. Вот. На ее место ставить кого угодно. Можно, конечно, поставить там кого-нибудь из серьезных. Честно говоря. А может быть разделить это министерство? На здравоохранение социального, в том, что Рошаль предлагает? Министерство противоестественно объединено в 2004 году. Это безумие. Это абсолютно разнородная функция. Она неуправляема. И, безусловно, отделить надо. Другое дело, что Рошале не нужно ставить министром здравоохранения. У него другая общественная функция. Но разделение необходимо. Жизненно. Тем более... Ну, если, на твой взгляд, значит, Гуликова раз... Фурсинка два. Причем нужно объединить науку с образованием. Их разделение искусственное. Промышленность можно объединить с энергетикой, а можно не объединять. У нас очень хорошо себя чувствует министр по сельскому хозяйству. Ну, можно сделать государственный комитет по СПА-салонам. Да? Или там по агролизингу на худой конец. Но все-таки нужно ставить профессионала, как мне кажется. Но я думаю, что эта точка зрения не будет поддержана на правительственном уровне. Я думаю, что она там всех устраивает. Так что она останется. У нее хорошие шансы. Да. Ну, товарищ Левитин, конечно. Товарищ Левитин, во-первых, отличается высочайшей эффективностью политики, в силу которого у нас там доступ к ряду транспортных услуг ухудшился, а не улучшился за последние годы. Но дело даже не в этом. Человек, который всерьез сказал, что в рамках благоустройства автомобильных трасс нужно существенно сократить количество автозаправок и не увидел никакого внутреннего противоречия в своих словах, ну, он заслуживает лучшей судьбы. Лучшей судьбы. Ну, то есть чистка будет. Я думаю, что она должна быть. Ведь с примеров это может коснуться? Нынешних, я не знаю. И Игорь Иванович, она коснуться не может. И настоящего Ишувалова. Просто не может. Кто не в курсе, Сечина и Ишувалова я добавлю. Да, и здесь, пожалуйста, я оговорился. Я проношу глубочайшие извинения всем, кого я невольно обидел. Значит, Сечин, Сушувалов нет? Думаю, что нет. Иванов? Сергей Борисович Иванов. Понимаете, он с одной стороны, насколько я могу судить, друг президента будущего, а с другой стороны, поручать ему какую-то реальную должность, ну, будет как с Глонасом и с нашими микросхемами. Поэтому лучше останется. Зубкову много лет, он может уже уйти на пенсию, а очень жалко, потому что вот он такой, он действительно производит впечатление работяги. Жуков-казак. Казак тоже у нас вице-премьера. Ну вот. Курирующий вопрос из Сочи. Нет, до 14-го года он будет сидеть. Вице-премьером. Александр Жуков? Он хороший профессионал, хороший специалист, поэтому ему не дадут никакой внятной работы, потому что по мне-то министр финансов был бы хороший. Потенциально. Потенциально. Лучше Голиковой. Поэтому он не будет министром финансов. Это Михаил Делягин, начинаем интерактивную часть. Да, и Набиулина, я думаю, останется министром экономики, просто потому что, ну, как это, скандалы не вовлекаются, а управленческая эффективность никого не волнует. Начинаем, значит, интерактивную часть 651099,6, Кот Москва 495 и финам.фм, сайт в интернете для писем. Михаил Делягин сегодня в реальном времени на финам.фм. Значит, один вопрос по телефону, одно письмо. Вот так мы отработаем оставшиеся 10 минут. Единственная просьба ко всем, Миша, к тебе и к слушателям лаконично, да? Постарайтесь. Сдавать вопросы, либо отвечать на них. На вечер добрый, вы в эфире как вас зовут? Алло. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Да, Евгений. Михаил, у меня такой вопрос к вам. Пару рассказали, что у нас экономика открытая. Вы при этом помните о всех протекционистских налогах, которые у нас установлены? Евгений, наши протекционистские налоги, они очень чувствительны, если слушать импортеров. Но если брать общий интегральный уровень наших ввозных пошлин, то он чудовищно низкий. Он около 10%. Галина спрашивает, возможно ли отказ от свободной конвертации валют в рамках антикризисных мер отдельных государств, в том числе Россия? Между за счетами письма, как они приходят? Отдельно государство возможен. Более того, кризис 97-99 годов спаслись Малайзия и Чили за счет налога на вывоз спекулятивного капитала. Но это не коснется обменок, и это не коснется России, потому что активы нашей тусовки находятся за границей, а кто же хочет ссориться с людьми, в чьем кармане лежит ваш кошелек? Добрый вечер, вы, Вячеслав Иванович. Здравствуйте, Вячеслав, меня зовут. Да, пожалуйста. Два коротких вопросов. Если вы забыли министра обороны, тоже популярная личность, когда оценивали, кого уберут, не уберут. И второй к вам вопрос. Нельзя Делягина приглашать каждый день вместе со всеми остальными гостями? Очень мне нравится. Спасибо. Нет, нельзя. Сразу отвечаю. Много Делягина, это перебор. Во-первых, вы потеряете аудиторию раз в течение трех дней. Во-вторых, на четвертый день радиостанцию закроют, и кому это надо? Ладно, теперь скажи по Сердюкову. Министр Сердюков выполняет важную функцию. Он реструктурирует финансовые потоки Министерства обороны. Но вообще-то это занятие для руководителя департамента. Но учитывая общую управленческую квалификацию нашего правительства, то и министр обороны едва с этим справляется, заменись его неким. Это честный ответ и взгляд Михаила Делягина. Андрей, 26 лет, инженер, пишет. Вопрос уважаемому Михаилу. Что обычным гражданам делать со своими доходами, вкладами после выборов и ваших предсказаний? Вот мне еще сразу, что Делягин не предсказывал ничего. Он рассказывал свое мнение. Это вещи все-таки разные. И какие рекомендации вы можете дать населению? Знаешь, вот это извечный русский вопрос, да? Кто виноват, что делать? Значит, первое. Я все равно, несмотря на нынешнее укрепление рубля, включая первый канал, я ему не очень верю. Я храню то, что у меня есть. Не очень много, правда, в валюте. Но это не есть универсальный рецепт. До августа можно хранить все и в рублях совершенно спокойно, без большого испуга. Я так полагаю. Но я лично предпочитаю, в избежание вот таких вот событий, последствий таких событий, как у нас было на последней неделе, я все-таки предпочитаю валюту. Пусть даже я несу убытки, но я экономлю на валерьянке. Значит, что делать? Не ждите конца кризиса. Просто поймите, что это новые правила игры, которые могут продлиться всю нашу жизнь. Если они улучшатся, чудесно. Но не ждите конца кризиса, живите здесь и сейчас в прилагаемых правилах обстоятельств. Помните, что ваш пенсионный фонд, это ваши дети, и другого пенсионного фонда у вас не будет. Если я ошибусь, замечательно. Неожиданность имеет право быть только приятной. Это будет приятная неожиданность, да. И помните, что нужно иметь 100 друзей. В крайнем случае у вас всегда будет 100 рублей в кармане. Это Михаил Делягин, реальное время на Финам. По нашим ценам 100 тысяч рублей. Не так плохо. 65, 10, 90, это важно. Точнее, 65, 10, 99, 6 и финам.фм. Наши средства коммуникации Ливон Самсонович пишет. Почему вы не выдвигаете свою кандидатуру на должность президента России? Что не выдвигаете свою кандидатуру на предстоящий президентский комплекс? Меня удовлетворяет количество отверстий в моей голове. А если серьезно, то есть определенная процедура, которую не может пройти человек, не являющийся представителем администрации президента. А если еще более серьезно, понимаете, Ливон Самсонович, я наблюдал с достаточно близкого расстояния работу трех президентов нашей страны. И Михаила Сергеевича, и Бориса Николаевича, и Владимир Владимировича. Я могу сказать, что ничего хуже этой работы нет. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло, добрый вечер. Зовут меня Алексей. Хотел бы Михаилу задать вопрос по поводу вступления в ВТО. Вот мы в ВТО. Как вы видите дальнейшую судьбу Союза независимых государств, так называемого? И второй вопрос, простите, он довольно глупый. В таможенном Союзе, находясь, российский обыватель, сможет ли он, накопив энную сумму денег, спокойно поехать в Европу, просто без каких-то таможенных пошлин и обременений купить себе автомобиль за адекватные деньги и наслаждаться ездить на хорошем, чем покупать опасную для жизни и здоровья вот эту технику, так называемую, российскую. Спасибо. Значит, Алексей, таможенный Союз объединяет Белоруссию, Россию, Казахстан и, может быть, объединит Киргизию. Лучший производитель автотехники на этой территории, к сожалению, те самые замечательные заводы, которые мы все знаем, пусть даже не сборочные. Так что автомобили вы все равно будете покупать за пределами таможенного союза, при ввозе вам все равно придется платить таможенную пошлину. Что касается СНГ, ну это клуб пожилых людей, за небольшим исключением с избыточным весом, такой институционализированный, затянувшийся бракоразводный процесс. Так что на него ничто не повлияет, по крайней мере, ничто не повлияет негативно. А вот таможенный союз наше вступление в ВТО может убить, потому что мы не можем одновременно быть в различных интеграционных общностях. Почему Янукович не захотел объединяться в таможенный союз? Он увидел, как наша либеральная бюрократия рвется в ВТО. Ну что, Украина выйдет из ВТО, чтобы вступить в таможенный союз, и навстречу ей Россия войдет в ВТО, тем самым де-факто разрушив таможенный союз. Зачем? Это реальная угроза интеграции на постсоветском пространстве. То есть, на твой взгляд, Виктор Федорович такой прагматик оказался. Ну, про Виктора Федоровича можно говорить много плохих слов, но крестьянский здравый смысл у него есть. Это Михаил Делягин. По крайней мере, Азаров умница украинский. Я понимаю, что сейчас украинские товарищи на меня сильно обидятся, но их премьер Азаров это очень умный человек. Очень серьезный. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Знаете, вопрос у меня следующий. Меня зовут Александр. Да, Александр, пожалуйста. Вопрос у меня следующий. Вот по поводу Уберина хотелось бы просто услышать оценку Михаила. Многие почему-то восторгаются его профессиональными качествами. И якобы, если бы не он, то мы давно бы, наша финансовая и экономическая система якобы могла бы потерпеть уже крах. И все его как-то вот восхваляют, восхваляют. Хотя есть, конечно, отдельные личности, которые негативную оценку дают. Вот хотелось бы услышать мнение вашего гостя. Спасибо. Ну, я как раз такая отдельно взятая личность, которая выбивается из общего шеренги восторга. Господин Кудрин. Это, естественно, не его стратегия, но он гениальный исполнитель. Человек, который блокировал модернизацию в России с моей точки зрения. Человек, который организовал ситуацию, когда государство захлебывается от денег. Я напомню, что у нас в федеральном бюджете неиспользуемых средств 6 с четвертью триллионов рублей, которые просто валяются на счетах. У нас весь этот год бюджет профицитный. Причем с подачи господина Кудрин, все беспрерывно говорят о каком-то текущем дефиците бюджета. Вот. И эти деньги не работают на Россию, не работают на наших стратегических конкурентах. Да, он накопил деньги на черный день. Когда черный день настал в 2008 году, от роста в 8% мы перешли к спаду в 8%. Если бы эти деньги были вложены в модернизацию, пожалуйста, пример Китая, который от роста в 11% перешел к росту в 8%. Мы потеряли 16 пунктов в процентах экономического роста, а не 3. Вот разница между 16 и 3 пунктами – это цена лучшего министра финансов. Только он лучше не для России, а для наших стратегических конкурентов. С моей точки зрения, это чек-бухгалтеров. Понимаете, вот если я приду на совещание и начну рабочее совещание словами «так, и что мы сейчас обсуждаем», то меня уволят и правильно сделают. Но если я стану, не дай бог, министром финансов, ну тогда меня назовут лучшим министром финансов. Ну и в завершение хороший такой вопрос от Валерия. Михаил, какой язык посоветуете учить, китайский или немецкий? И вообще мы кому-нибудь пригодимся, сами по себе или только необходимы тамошним деятелям наша нефть и газ? Учить английский, учить английский, во вторую очередь китайский, но именно во вторую. А мы, извините, пожалуйста, мы пригодимся только самим себе. И по-моему, этого вполне достаточно. Что за комплекс неполноценности искать хозяев? Что за глупость? То, что мы годимся сами себе, вполне достаточно. Спасибо тебе большое, что нашел время прийти ко мне в программу. Спасибо, что нашел время пригласить меня. Михаил Делягин сегодня был в реальном времени на Финам. Спасибо, кто был вместе с нами. Я счастлив. Далее новости. Спасибо.